МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сапоги у меня было после образца, после 43-го года, хотя их было не так-то много. Амуниция минимальная, потому что я был с пулеметом ДП-27, поэтому у меня амуниции мало было. И, как правило, пулеметчику он ходит со своим помощником, который это все на себе таскает. Обмотки там, обмотаем. Подшивы тоже там. Да, подшивы тоже там сделаем. Сейчас самое главное. Врача прошли понять. Нету, один день. Сейчас. Вот. Здесь один, смотри, очень тщательно. Вот она стрелка, видишь? Так, ладно, поближе. Тряга должна быть здесь. Не делайте ошибку дембелей, которые, как говорится, да? Ребята, обратите внимание. У солдата, который, например, ходит с Мосинкой или с ППШ, пистолет, понимаешь, по гену, у них, да, амуниции больше, у них подсумки, гранатные подсумки, там, под патроны и еще что-то. Может быть, у племетчика все минимально. Вещь-мешок, там, могла быть еда, какая-то дополнительная одежда. Маски есть? А если найду? Найду. У ребяток на какое-то мероприятие поехали, либо театр, я даже не знаю, о чем они думают. Смотрится странно, все в шеке смотрят, начинают фотографировать, кто-то спрашивает, задают, ну, порой неприличные вопросы. Когда у тебя спрашивают, а кто вы такие, что за форма на вас, хотя вроде бы, историю вроде все учат, в школе Красная Армия, должны же знать. Ну, как практика показывает, нет, не все, да. Ребят, машинное масло есть у кого? Можно отработку, да. Охлощенные макеты – это не оружие. Он просто издает свето-звуковые сигналы. Туда настоящий патрон нельзя вставить. Либо он туда не влезет, либо может просто разорвать стол, либо что-то нарушит. Когда я скажу, поправляешь каску, прицеливаешься две секунды, и потом, ну, стреляешь. Три, четыре. Валь, новые патроны приготовь. Три штуки. Нам пришлось его хорошенько прочистить, смазать. Он долго лежал, не было очень долго времени маневров, и он просто отказывал стрелять. Разобрать его не получилось, потому что это все-таки не настоящее оружие, а это макет, там все припаяно, сошпидано. Снаружи мы все его залили с маслом, все это прочищал, постоянно за то, что туда-сюда его прогонял. Давай. Отдачи практически нету, потому что, мне кажется, нету пули. Когда я стреляю, это все-таки не настоящее оружие, это макет, поэтому отдачи практически не ощущаю. Единственное, что ощущаю, это как ходит затвор туда-сюда, и он немножко прям бьет по пулемету. Это особенно пальцем ощущается. Те моменты, которые больше всего запоминаются, это как раз-таки маневры. Когда приходится бегать, стрелять, когда ты устаешь, начинает все болеть, мышцы просыпаются. Вот это, наверное, для меня приятно. Ну, вот тогда мое тело и проснулось. Особенно вот эти овраги, прыгать через овраги. Было интересно, было весело, было сложно, потому что это не с Мосинкой бегать, она-то легкая по сравнению с пулеметом. И пулемет нельзя браться за все, что попало. Там у тебя есть только приклад и сошки. Все. Больше ты ничего не можешь взять, если ты возьмешься, можно получить ожог. И вообще привычка этого плохая, браться со стола, потому что, как правило, всегда горячий. Бегать с ним неудобно. И непросто. Во время самих маневров вообще не думал о дыме. Что было, что не было, была задача. Я слушал просто командира, когда там первая линия, вторая линия, и все, больше ничего в голове не было. Дым, не дым. Если даже что-то взорвалось бы рядом, ну, не факт, что бы обратили бы на это внимание, потому что в первую очередь все-таки был командир. Как он скажет, так и действует. Второе отделение готовится! Первое отделение за мной! Не падать! В атаку! Ура! Ура! Давай! Вперед! Давай! Сварили кашу с тушенкой, немножко накупили капусты, такой, чтобы более-менее историчный привал был. Капусты, мясо, мясо, все это разложили, соответственно, положили все это в наши котелки и, ну, устроили привал, набегами общаемся. Потому что я сидел рядом с командиром, и командир рассказывал там наводку, как будет происходить действие, показывал по карте вот это все. Вот это, да, я помню примерно, как это должен двигаться. Надо чуть-чуть сторончик обойти. Вот здесь вот как раз, смотри, я не знаю, насколько идет карта, но тут лобинка. У нас выход один. Тут с любой точки подойди, сразу попадаешь, как минимум, под две точки. Согласен. Кругольник не обойдет. Вот я говорю, выходим. После привала, когда все уже подкрепились, пошли снимать вторую часть моментов, мы пошли к мельнице. Да, захват мельница, как я понял, и стрельба и закрытие. Мы стояли сбоку и уже туда отстрелились. Пулемет впереди, основная ударная сила, а сзади прикрывающий. Вот тот, который прикладал пулеметчиков. Можно сказать, как по уставу, помощник пулеметчика прикрывает самого пулеметчика. Одно дело просто прочитать учебник или посмотреть фильм про то время. Другой момент, это когда попробовать это все на себе, это уже совсем другие познания, другой совсем навык, и ты начинаешь больше понимать. Что это такое вообще, одеть на себя форму, что это такое маневры, это все не так-то просто, как на самом деле. Это совсем другой уровень познания, наверное, той истории. Любовь к истории, любовь к этим приключениям. Мы любим реконструкцию, нам нравится этим заниматься. Любим досконально изучать эти мелочи, униформы, вещи и быта. Нам нравится пережить это, попробовать это все на себе. Когда ты это все на себе переживаешь, одеваешь вот эту историческую форму, одежду, отказываешься на какой-то момент от современных благ, мозг начинает немножко по-другому думать и осознавать, как это все было на самом деле раньше, понимать все эти нюансы истории. Мы просто начинаем хоть чуть-чуть, но лучше понимать, что чувствовали наши, например, прадеды в то время. Так как мы делаем историю все-таки нашей страны, но я думаю, да, мы при этом. Я работаю программистом. Занимаюсь веб-разработкой, мы создаем сложные, высоконагруженные системы. Грубо говоря, сотрудник компании пришел на работу, открыл браузер. У него все, то, что нужно для его работы, уже все есть. Ну, аналог 1С, только у нас веб-разработка, вся работа идет через браузер. Например, те же облачные системы, облачное хранилище данных, облачное ведение там, также бизнеса. Это тоже, в принципе, все это веб-разработка. Программирование я могу считать патриотической профессией, потому что, когда мы создаем какие-то свои решения, в эти решения уже заложены специфика нашей русской культуры. Можно, например, взять крупные компании, например, популярные Яндекс, Мэйл, Рамблер, Касперский. Почему у нас популярные? Потому что все, когда они создают свое решение, там уже заложена русская немножко культура. Программирование – это моя жизнь, моя работа. Реконструкция – можно, наверное, сказать, что это мое хобби, но это уже столько лет прошло, тоже, наверное, честь моей жизни уже стала. Ну, бывают, наверное, моменты, когда после тяжелого трудового дня тело начинает болеть, или все, непривычная нагрузка, здесь же все получилось бы наоборот. Наконец-то такое ощущение, как будто там помолодел на 10 лет, стал более активный, мышцы простолись, и все, в принципе. Вот.